Из-за тайфуна Ханун Приморье оказалось в сложной ситуации. Стихия нанесла серьёзный удар. Сильнее всего пострадал Уссуриск. Там было затоплено множество частных домов и квартир. Большая вода смыла практически всё имущество людей. А ведь у многих дети, которые совсем скоро пойдут в школу. Чтобы помочь уссурийцам, попавшим в сложную ситуацию, волонтёры молодой гвардии и активисты движения «Матери России» Хасанского округа организовали сбор канцелярских принадлежностей. Мы решили ежегодную акцию, которая проходит по всей стране «Дети вместо цветов». Решили попросить наших уважаемых родителей, жителей Хасанского округа присоединиться к этой акции. Суть акции такова, что вместо множества букетов цветов родители и дети покупают один достойный букет для учителя своего классного руководителя. А остальные деньги, которые они планировали потратить на приобретение цветов, мы тратим на приобретение канцелярских товаров, которые мы передаём семьям в затопленных территориях. Ихасанцы не остались в стороне. К акции присоединились практически все школы. Родители вместе с детьми приносили тетради, альбомы, ручки, карандаши и остальные канцелярские принадлежности. Очень отрадно, что школы у нас присоединились практически все. Вторая школа села Барабаш откликнулись первые на эту акцию, привезли очень большую партию канцелярских товаров. Школа Зарубина завтра привезёт, посет сегодня доставили. Частная школа Камашинского всегда откликается. Вторая школа, родители оперативно откликнулись. Приняли участие в сборе гуманитарной помощи и неравнодушные люди. К примеру, жительница Славянки Алла Николаевна Карпенко каждый месяц отправляет часть своей пенсии на помощь участникам специальной военной операции. А узнав о сборе для жителей подтопленных районов, также не смогла остаться равнодушной. Она мне позвонила, сказала, Валерия, я хочу, чтобы вы купили всё необходимое для семей, которые вострадали при затоплении. И мы, она пожертвовала 10 тысяч, мы приобрели на эту сумму канцелярские товары и везём их в Уссуриск. Сейчас волонтёры расфасовывают канцелярию по коробкам, после чего доставят её в пункт сбора помощи, организованной администрацией Хасанского округа в Доме культуры Славянки. Я бы даже сказала, что эта акция, она такая кратковременная, то есть она, скажем, акция неделька. Мы её провели за неделю. В воскресенье акция заканчивается. В понедельник молодая гвардия вместе также с матерями России едет в Уссуриск, отвозит все собранные канцтовары и помощь, которая собирается гуманитарно на базе нашего Дома культуры от администрации Хасанского округа. Мы всё совместно везём в Уссуриск. Тем временем пункт сбора продолжает работать. Все желающие могут принести продукты питания, одежду, предметы первой необходимости для людей, пострадавших из-за стихии. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.